Напоминаю, что у нас есть каналы в Дзен и в Рутубе. Подписывайтесь на них, так как многие обратили внимание, что YouTube в последнее время хандрит. А сейчас смотрите новый ролик. Приятного вам просмотра. Здравствуйте всем. У нашего очередного клиента возникла проблема. Клиент владеет автомобилем Renault Traffic 2.0 с двигателем M9R. В этом моторе отремонтировать постель распредвалов по определенным моментам, даваться в них сейчас не стану, невозможно. Она идет как постель, так и как клапанная крышка. Меняется все это хозяйство полностью вместе с валами. На родной головке у автовладельца оказались изношенными валы и, соответственно, постель. Владелец купил спива одну, затем и еще одну былу головку. Ситуация с ними была практически аналогичной. Однако пенал, постель в одной из головок, как и впускной распредвал в другой головке, оказались в хорошем состоянии. Но нашлась одна загвоздка. В этих ГБЦ могут стоять распредвалы с разным количеством зубьев на задающем диске под датчик положения распредвала. В нашем случае так и оказалось. Зубьев на задающем диске под датчик положения распредвала оказалось целых пять разной ширины. Смотрим. Это вот впускной вал с большим количеством зубей. А это родной изношенный впускной вал с одним зубом. Если сравнивать эти валы, то по конфигурации они абсолютно идентичны. Автовладелец дал согласие переделать целый неизношенный вал под один зуб. Работу эту можно выполнить разными способами. А мы сделаем ее на координатно-расточном станке. Расточник Виталий выставляет и крепит родной вал на станке, для того, чтобы снять требуемые координаты и размеры. Здесь, как вы понимаете, требуется идеально вырезать этот бут. Его положение на оси, вала и ширина должны точно совпадать с оригиналом. Виталий находит центр зуба на валу. Индикатором часового типа он вымеряет центр. По необходимости подкручивает вал по оси. Для контроля положения он сделает пару контрольных точек. Первая будет определяться угломером. А выставит угол и зафиксирует его. Теперь расточник сделает метку на кулачке и посмотрит на отклонение прибора по глубине. Виталий находит вершину кулачка. Ставит индикатор на 0 и отводит патрон вдоль кулачка на 10 мм. Индикатор на этом уровне показал изменения на 1 мм и 4 сотки. Теперь он убирает родной вал и ставит купленный, который мы будем переделывать. Смотрит по углу, подкручивает вал и так до тех пор, пока не выставит его по углу. Когда выставил его, то, естественно, фиксирует. Повторит проверку по кулачку. Проверка показала отличие всего лишь на 2 сотки. Как вы понимаете, это в данном случае ничего не значит. Теперь по замерам, делая для начала грубую, предварительную фрезеровку. Проверка кулачка кулачка кулачка. Затем выводит требуемый размер и обязательно проверяет ширину зуба. Далее остается только убрать, фрезеровать остальные лишние зубы. В принципе, эта работа длинная, монотонная и не составляет особого труда. Кулачка кулачка кулачка. По дорогам, делая для других машин области, поэтому можно ச 추ṃ. Продолжение следует... Продолжение следует... Вал был готов и передан клиенту. И как выяснилось позднее, после сборки авто никаких нюансов работы двигателя выявлено не было. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом, задавайте свой вопрос, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок.